Самопознание это ежедневный процесс и его нужно начинать как можно скорее. Тест, который я представляю вам сегодня, раскроет ваши сильные и слабые стороны и поможет вам в вашем личном путешествии. Я покажу вам три оптических иллюзии. Посмотрите на изображение и запомните, что первым увидели на нем. Итак, приступаем к оптической иллюзии номер один, что первым вы увидели на ней лицо женщины или птицы. Если первое, что вы увидели на рисунке было женское лицо, то вы тот, кто никогда не испытывает потребности доминировать в ситуации и контролировать каждый аспект своей жизни. Вы умеете отличать себя от других некоторыми особенными качествами, такими как интеллект и ответственность. Вы человек, который проявляет доверие и уважение и вас считает отличным консультантом. Любая проблема, которая появляется в вашей жизни, рассматривается как возможный новый опыт, и вы не боитесь столкнуться с ней и ее последствий для вашего будущего. Если вам удалось увидеть именно птиц, то вы несомненно можете назвать себя настоящим манипулятором. Для вас жизнь всегда должна быть в ваших руках, и вы никогда не колебнетесь изменить каждую историю, которая вращается вокруг вас, просто чтобы самому быть промоутером своей судьбы. Вы чувствуете сильную потребность проявлять контроль как в действиях непосредственно затрагивающих вас, так и в действиях окружающих вас людей. Вы планируете каждое движение, которое вам нужно сделать, и ничего не оставляете на волю случая. Ваши цели четко обрисованы в уме, и вы редко отказываетесь от какой-либо из них, не достигнув ее полностью. Оптическая иллюзия номер два. Что первым увидели на ней? Лицо мужчины, стол или женщину? Если вы увидели лицо мужчины, то ваша самая сильная сторона – это объективность. Вы способны сохранять равновесие и контроль даже в сложных ситуациях. И это делает вас мудрым и успешным в кризисных ситуациях. В вас много мудрости и самоконтроля, и вы хороши в этом. Однако у вас есть и свои слабости, главная из которых – побег при возникновении конфликтов. Никто не знает, как хорошо справляться с любой ситуацией, но каждый раз, когда вы оказываетесь в сложной ситуации, вы убегаете, потому что не хотите терять бдительность и принимать другие точки зрения. Над этой слабостью нужно работать, чтобы не запятнать свои качества. Если первым вы увидели стол, то ваша врожденная способность слушать и понимать других, безусловно, является вашим лучшим качеством. Даже самым застенчивым и замкнутым людям будет довольно легко с вами разговаривать, и это потому, что у вас доброе сердце и понимающая личность, что делает вас особенным. Однако, когда дело доходит до действий в собственной жизни, вы совершенно не уверены в себе, и это сильно мешает вашему пути. Научитесь доверять себе и своей интуиции. Точно так же, как вы хорошо помогаете другим, вы можете быть отличным другом для себя. Доверьтесь своей мудрости, у вас есть все необходимое для создания счастливой жизни. Если первым вы увидели женщину, то ваш интеллект и способность понимать жизнь на более глубоком уровне, безусловно, является вашей величайшей силой. Вы всегда стараетесь учиться и хотите немного развиваться каждый день. Это очень помогает вам достичь своих целей и жить так, как вы всегда мечтали. Но не все идеально. Когда вас что-то не очень интересует, вы можете быть неряшливым и даже немного безответственным, как в романтических, так и в деловых отношениях. Лучше работайте над своим балансом, и вы обязательно добьетесь большого успеха во всех сферах своей жизни. Продолжим оптическая иллюзия номер 3. Что первым увидели на ней? Шея и голова человека, деревья или и то и другое? Если вы увидели шею и голову человека, то вы осознаете реалии сегодняшнего мира и делаете все возможное, чтобы сделать свою жизнь и окружающих вас людей максимально счастливыми. Это здорово, мир нуждается в щедрости и понимании, но все должно быть сбалансировано. Вы часто забываете об этом на полпути, и в результате ваша жизнь никогда не бывает такой, какой вы хотите ее видеть. Чтобы духовно развиваться и построить лучшую жизнь для себя, ставьте приоритеты и найдите баланс между заботой о себе и окружающими. Вы заслуживаете того, чтобы быть такими же счастливыми, как и все те, кто посвятил себя помощи другим. Если вы увидели деревья, то у вас очень выразительная душа, и вы используете свое творчество, чтобы общаться с миром. Ваши навыки вдохновляют и заставляют окружающих вас людей видеть реальность с большей красотой и чистотой. Однако вы недостаточно верите в себя. Вы часто недооцениваете свой талант и способность преобразовывать мир своим искусством и любовью. Чтобы развиваться и иметь ту жизнь, которую вы заслуживаете, вам нужно начать доверять себе и окружить себя большим количеством людей, которые вас поддерживают. Если же на этой картинке вы увидели и то, и другое, то вы пытаетесь найти баланс во всех сферах своей жизни. Установите ограничения на свои отношения и старайтесь оставить в своей жизни только то, что хорошо для вас. Ваша аутентичность сделает вас человеком достойным восхищения, но есть еще внутренние проблемы, которые необходимо решить. Чтобы начать жить так, как вы хотите, вы должны избавиться от прошлого. Вещи, которые произошли давным-давно, должны быть преодолены, чтобы ваша жизнь продолжалась в лучшем направлении. Откройте для себя новые хобби, они помогут улучшить вашу жизнь. Мне будет очень интересно узнать ваши результаты. Совпал ли результат с тем, что есть на самом деле? Обязательно делитесь своим мнением об этом тесте в комментариях, я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok